Меланома 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 Агрессивная форма рака Которая не щадит людей И не зависит ни от места их проживания Ни от возраста Ни от пола Хотя по другим данным По статистике Заметила, что все-таки среди женщин Процентов на 10 заболеваемость выше Я думаю, это связано с тем Что женщины больше привержены К тому, чтобы загорать Любители принимать солнечные ванны И посещать солярий Чтобы иметь красивый загар Так мы плавно переходим К причинам возникновения Меланомы В первую очередь, конечно Это ультрафиолетовое облучение Солнце агрессивное Солярий, как я уже говорила Вторая причина Наличие пигментных невусов Растущих родинок Травмы этих невусов И также наследственные факторы Как распознать меланому От... Ой, простите Принято пользоваться Для... Для ранней диагностики Принято пользоваться Международным правилом А, Б, С, Д, Е А это симметрия образования На следующем файле Более удобно смотреть Показательно А это симметрия образования Злокачественные образования Имеют несимметричные края Б... Так... А, извините А это правильные формы Злокачественные и неправильные формы образования Б это края Оценка краев У родинки, как правило, они ровные И у злокачественных Нечетко очерченные Имеют изрезанность Следующая оценка С... Это цвет Родинка имеет обычно Ровно равномерный цвет Злокачественная Может быть от слабо выраженных розовых Коричневых оттенков До черных И даже иметь в себе Вкрапление синего и фиолетового цвета Либо несколько видов цветов Следующая оценка Д... Диаметр Если образование больше 6 миллиметров Это уже повод задумываться О том, чтобы посетить специалиста Е... Это динамические изменения образования Родинка злокачественная Имеет свойство расти В горизонтальной плоскости Либо вертикальной Какие встречаются формы Злокачественных образований? Поверхностно распространяющаяся меланома Встречается в 70% Злокачественных форм меланомы Распространяется поверхностно И, как правило, не очень глубоко Узловая меланома Имеет небольшую форму В виде узла И растет вверх Меланома по типу Злокачественного винтига Чаще встречается у пожилых людей И стариков На первый взгляд Может выглядеть для родственников И для самого пациента Просто как пигментное пятно На самом деле здесь есть повод Задуматься и показаться специалисту Акральная меланома Акральная меланома Под ногтевая форма Может локализоваться Как на руках, так и ногах А также со стороны ладоней Или подошвы Встречается реже В 10-15 случаев Меланома слизистых Не часто встречается Может располагаться Как на языке В полости рта А также и на слизистых Кишечника и бронхов И если рассматривать Такие случаи Когда локализация меланомы Как раз на бронхах Или слизистой кишечника То в данном случае Сложнее ее диагностировать И злокачественные последствия Этой опухоли Имеют место быть Увиальная меланома Неблагоприятный прогноз Увиальная меланома Имеет неблагоприятный прогноз Относится к меланоме слизистых Существует Два метода Определения стадии Меланомы Клинический Это осмотр специалиста И взятие биопсии Второй метод Гистологический Основывается на Микроскопическом методе Исследования тканей Как правило Гистологический метод Исследования Показывает более Высокую степень Меланомы Поскольку Имеет Более глубокий анализ Клинический метод Представлен у меня В виде дерматоскопии Существует пять стадий Меланомы Первая стадия Меланомы Располагается на поверхности Кожи Достаточно Неглубоко Поэтому проводится Хирургическое вмешательство Больных Исекается Часть меланомы И часть здоровой ткани Как правило После этой стадии После хирургического Вмешательства Химиотерапия Может не проводиться Вторая стадия Когда меланома Проникает Уже до Жировой клетчатки Имеет глубину Более 4 сантиметров Хирургическое лечение Подразумевает то Что удаляется И меланома И подкожно-жировая часть И часть здоровой ткани После оперативного вмешательства Назначается химиотерапия Третья стадия Меланомы Это уже Та стадия Когда распространяется Опухоль На окружающие участки Закачественные Клетки Могут обнаруживаться В лимфоузлах После истечения Опухоли на данной стадии Назначается И лучевая терапия И химиотерапия Либо в комплексе На четвертой стадии Болезни Дочерние клетки Метастазов Могут обнаруживаться В разных Частях организма На этой стадии Проводят удаление Опухоли И всех образований Доставляющих боли Дискомфорт А также проводится И облучение И химиотерапия И применяется Также таргетная терапия При невозможности Извлечь Вторичные опухоли Применяют Безоперационные методы Например При метастазах В головном мозге Используют Кибернож При метастазах В печени Используют Радиочастотную Абляцию На пятой стадии Выбор терапии И оперативного Мешательства Зависит От состояния больного Его особенностей И вида опухоли Профилактика Каждый год Не только в России Но и во всем мире Проводится день Профилактики Меланомы В этот день Практически все Клиники Которые имеют Отношение К онкологии В том числе И амбулаторные Службы Проводят беседы Бесплатные Консультации Если это частные Медицинские центры Для того чтобы Информировать Как можно больше Населения Об этом недуге И немножко Хотелось бы Затронуть тему Меланомы у детей Меланомы у детей Принято считать Что конечно Это более Это заболевание Чаще встречается У взрослых Но так же Оно встречается И у детей К сожалению При возникновении Меланомы у детей Она имеет Более злокачественный Ход Но в своевременно Обнаруженное Диагностированное Конечно Исход Более благоприятный И возможно Что рецидивов У ребенка Не будет Вообще Меры профилактики Как у взрослых Так и у детей Одинаковые Это защита От воздействия Ультрафиолетовых лучей Использование Средств Для Защиты кожи С фактором Защиты От 30 и выше Процентов Носить Одежду Чтобы закрыть Открытые участки Тела И естественно Само Осмотр Самостоятельный Осмотр Кожных покровов Очень подвержены Этому недугу Люди Со светлой кожей Рыжие Так называемый Нордический Фенотип В принципе У меня По докладу Все И Хотелось бы Немножко Отступить И Сказать О роли Медсестры Касаясь Меланом Медсестра Конечно Важно Это уход За пациентами В послеоперационный Период Те кто Подвергся Лечению Меланомы Но также Медсестра Это Информационный Источник И совершенно Не обязательно Работать В онкологическом Отделении Чтобы Информировать Людей Об этом Недуге Мы можем Рассказать Об этом Как своим близким И друзьям Так и пациентам На своем отделении Где бы мы не работали На этом у меня все Спасибо за внимание Продолжение следует...